Сказали, что лифт нам дадут новый, мы так и обрадовались. И вот видите, какой результат. Из своей квартиры Надежда Господарикова теперь лишний раз старается не выходить. Без лифта даже поход в магазин становится проблемой. Спускаться по лестнице с девятого этажа пенсионерке тяжело, а подъем и вовсе превращается в восхождение на Эверест. Это сейчас вот ничего нет, а так возьмешь, даже килограмм сахара возьмешь, а то тяжело. Пешком жители 37-3 по улице Космонавтов Липецки ходят вот уже пять месяцев. Такая ежедневная зарядка людям порядком надоела. В доме в основном живут пенсионеры, есть инвалиды и колясочники. Старый лифт на новый поменяли по программе капремонта, только обновка оказалась не в радость. Сделано, все стоит, но ни рабочих нет, ни комиссии никакой, никаких объявлений нет, что вот по каким причинам его не включают. На вид лифт исправен и стоит на девятом этаже. Запустить его должны были 14 сентября. Это объявление жители сняли с двери подъезда. С тех пор тишина. Люди жаловались в разные инстанции. Только результата нет. К слову, такая же ситуация в соседнем доме по улице Космонавтов 37-2. Я инвалид второй группы. У меня протез суставный. Я с палочкой хожу на восьмой этаж. Я не знаю, ну просто я даже не знаю, что за отношения. На днях будет пять месяцев, как лифт стоит. Люди пожилые, даже и молодые, даже ребятишки уже у нас, вон там второклассники с девятого этажа бегают, и то говорят, уже устали. Обращались мы и к депутатам в горсовет, писали две жалобы. Обращались и в прокуратуру, когда был инцидент с тем, что там у нас упало животное в шахту лифта. Инцидент произошел в июле. Тогда наша съемочная группа уже выезжала в этот дом. При установке лифта, по словам жителей, были не соблюдены меры безопасности. Также жильцы считают, что были нарушены сроки установки. Но в фонде капремонта заверяют, что нарушений не было. Все работы были выполнены в срок, в срок до 14 сентября 2017 года. Акт водовосплуатации был подписан также вовремя. На сегодняшний день это вопрос компетенции правящей компании. Конечно, фонды капремонта не безразличны, что сейчас люди там без лифта, хотя установили им новый лифт. И со своей стороны мы тоже будем принимать меры. Мы попытались обратиться в управляющую компанию «Единый город», но на звонки там не отвечают. Личный диалог тоже не получился. В разгар рабочего дня сотрудников на месте застать не удалось, хотя офис был открыт. Между тем, жители дома 37-3 по улице Космонавтов уже отчаялись ждать запуск лифта. Они собираются обращаться в суд.